В начале лета 1967 года, 53 года назад, вот здесь по адресу, тогда он был Жданово 2, произошла, казалось бы, ничем не примечательная бытовая история. Молодую маму выписывали из роддома, и с младенцем она пришла в коммунальную квартиру по этому адресу, где, собственно, и проживала. Ее встречали всей коммуналкой, и один из соседей, как гласит семейная легенда, увидев ушастого малыша, воскликнул «О, какой Гоша!». С тех пор в жизни этого малыша произошли громадные большие перемены. Детский сад, школа, институт, армия, комсомол, КВН, телевидение. Но до сих пор самые свои люди, журналиста Игоря Гурьянова, называют Гошей. Большая перемена, продолжение вытерителей компании ТВИН. И мы продолжаем наши прогулки по красивым и уютным дворам нашего города. И не ради семейной легенды мы оказались здесь, по адресу Ленинградская, 2. А для того, чтобы посмотреть и показать вам, уважаемые зрители, какие большие перемены постигли именно этот двор всего за последние три года. В психологии есть такой термин «принцип разбитого окна». Заброшенный дом может годами стоять с целыми окнами, стоит разбить одно, через пару дней все здание зияет пустыми глазницами. Но есть и прямо противоположное. Когда вокруг все благостно и устроено, куда-то деваются маргиналы всех мастей. Никому не приходит в голову сломать саженец или изуродовать детскую площадку. На Ленинградской, 2 автоматически начинаешь оглядываться и искать урну, чтобы выбросить фантик. Столь явные, позитивные и большие перемены двор не видел со дня основания. Председатель КТОСа Любовь Яковлевна Дудко знает, о чем говорит. Живет здесь с 50-х годов прошлого века. В нашем квартале четыре дома. Мы провели голосование собственников во всех четырех домах. И в результате все пожелания учли собственников. Все эти документы сдали в администрацию города. Установили нам великолепную детскую площадку, спортивный комплекс, футбольно-баскетбольное поле. Естественно, жители, парковочные карманы. На сегодняшний день вы не увидите ни одной машины, стоящей на газоне. То есть приучили к порядку всех водителей. Не устанем повторять. Любой благоустроительный прорыв в одном отдельно взятом дворе – это результат сложения нескольких векторов. Финансовые возможности, усилия власти и неравнодушие жителей. Здесь, на Ленинградской 2, уже сложно определить, что было первичней. Все крупные работы исполнялись профильными муниципальными структурами под неусутным контролем как главы города, так и председателя горсобрания Александра Морозова. Сделав большое дело, власть не самоустранилась из этого двора, а категорически приветствовала то, что произошло дальше. Людмилу нам пришлось отвлекать от серьезного занятия. Проверяет готовность к зиме молоденьких саженцев. Нам захотелось посадить ели голубые. Нам захотелось украсить цветами, кустарниками. А дальше больше. Мои друзья, соседи поддержали всю эту инициативу. И мы начали благоустраивать свой двор. Значит, мало того, здесь посадили. Нам захотелось благоустроить возле подъезда. Мы, значит, вот Нина Пермякова и ее муж, такие молодцы. У них есть машина полугрызовая. Они привезли камни. Альпийская горка у подъезда – это реальность. Укрытая от холодов красавицы Туи тоже не выдумка. Многолетние цветы, декоративные кустарни. Мы обязательно наведаемся сюда будущим летом, чтобы посмотреть, как это все расцветает и благоухает. Сегодня в один голос твердят мои собеседницы. Во дворе стало в разы меньше алкашей и хулиганов. Сюда, как на экскурсию, ходят жители окрестных дворов. Многие приговаривая – вот бы и нам так. Таким гостям здесь особенно рады. Объясняют механизм действий. Насколько важно коллективное, всем двором выработанное решение, Кому обращаться и как выстраивать отношения с управляющей компанией. Словом, кто хочет перемен – ищет способы. Кто не хочет – причины. На Ленинградской дворе не просто нашли способ, но и всем двором реализовали его вот в такую красоту. Для того, чтобы у вас, уважаемые зрители, не сложилось превратного впечатления, будто мы фанаты Ленинского района, прямо сейчас мы переместимся совсем в другую точку нашего города, в самый центр правобережного района, чтобы зафиксировать большие перемены, постигшие 133-й микрорайон. Чуть-чуть оглянувшись внимательно назад, 133-й микрорайон можно назвать, не побоюсь высоких слов, колыбелью местного самоуправления города Магнитогорска. Дело вот в чем. В далеком уже 1996 году, когда мы всем городом выбирали первый созыв первого городского собрания депутатов, именно в 133-м микрорайоне молодой, амбициозный и целеустремленный депутат создал первый комитет территориального общественного самоуправления. С тех пор много воды утекло, но невелика была текучка депутатских кадров в этом округе. Если мне не изменяет память трое и всех троих, совершенно спокойно можно записывать вот в этот список молодых, амбициозных и целеустремленных. Ну а какие большие перемены в 133-й микрорайоне произошли, узнаем прямо сейчас. У нас долгий был вопрос с территории, которая вот здесь вот рядом с зданием ТВИН, то есть был запрошенный такой пустырь, в генеральном плане это была территория под жилую застройку, под административную застройку. Было несколько интересантов, которые пытались здесь что-то, как говорится, построить. Территория была заброшена, облюбована антисоциальными элементами. В этом году, благодаря администрации города, нам удалось здесь все-таки навести порядок, то есть выкорчевали всякий сухостой, такие бомжатники сломали. Ну и на этом городском собрании такое решение было принято о том, что эта зона, она переходит из зоны, скажем так, под застройку в зону рекреационную. Вот, то есть по сути, эта территория, она так называемый будущий сквер или будущий парк для зеленых насаждений, для кислорода в нашем городе. Вот, поэтому, наверное, со следующего года будем прикладывать все усилия, работать вместе с администрацией для того, чтобы ее облагородить и сделать здесь действительно еще один хороший такой зеленый угол. Что уже сделано? Только что мы прошли мимо парковочных карманов, около лицея. Великое дело для автомобилистов. Особенно возле каких-то социальных учреждений, это лицей, там 28-я школа, детские садики, в которых возникает серьезная проблема, чтобы припарковаться. Люди приезжают на машинах, кстати, негде, машины бросают на дороги. Затор, опасность для пешеходов. Ну, как бы не очень хорошее это дело, поэтому мы планомерно реализуем вместе с администрацией пробережного района, с администрацией города программу по облагораживанию вот этих вот территорий при учреждениях для того, чтобы сделать там нормальные пешеходные переходы безопасные, особенно там, где ходят дети. Ну и, конечно, парковочные карманы для того, чтобы люди могли спокойно припарковаться. Более сотни уличных светильников, еще одно великое достижение 133-го микрорайона, наконец-то он хорошо освещен. Благодаря пониманию с администрацией города, наконец-то вот в этом году нам удалось, можно сказать, реализовать наказы там практически 2010-го года, это подсветить микрорайон. Цифра, она у меня такая прям любимая, да, 106 опор освещения поставлены, сумма затрачена была там чуть больше 8 миллионов рублей. У нас же здесь все-таки одно из культовых мест, это сквер имени Ивана Харитоновича Рамазана, там тоже продолжается программа по благоустройству, то есть там в центре сквера установлен был памятник Ивана Харитоновича. Вот. С освещением были большие проблемы, было много наказов о том, что в темное время суток страшно там гулять. Сейчас, благодаря вот этим вот опорам, освещение, конечно, стало все намного комфортнее. Давайте немного сменим тему, которая тоже касается вас напрямую. Я имею в виду молодежную политику. На этом заседании было принято решение о новом созыве молодежной палаты. Вы имеете к этому самое непосредственное отношение. Вот два слова об этой общественной организации. В первых строках и прежде всего слухи о пассивности современной молодежи сильно преувеличены. Другой вопрос, что доклад на профильной комиссии – это всегда мероприятие не зрелищное, но содержательное. Нынешняя под председательством Егора Кожаева, как и предыдущие пленарки, проходила в режиме онлайн. Выборный процесс, процесс общественной деятельности, ну, мне кажется, хорошо такая, позитивная достаточно такая работа. Нет, ну, как это часто бывает среди молодежи, нет никаких там скандалов, каких-то там интриг, расследований. Да, ребята вот просто, они как бы на позитиве работают и достаточно много пользы на войсках приносят. Мероприятий масса, проектов еще больше. Проще перечислить сферы общественной жизни, где бы молодежная палата не принимала участие. Одно из ярчайших и традиционных событий – ежегодная деловая игра «Коридоры власти». 42 команды, 210 участников, 10 этапов. Как результат, многие предложения, рожденные игрой, уже работают в настоящих властных и управленческих структурах. Скептик скажет, карьеристы, мы парируем, кто нам сказал, что это бранное слово. Социальный лифт – вполне себе легитимное и цивилизованное понятие. В любом случае социальный лифт. Если человек активный, он активный во всем, и это будет замечено. Я думаю, что в дальнейшем на него обращают внимание и каким-то образом привлекают уже более высшестоящие организации и к более серьезным, более таким масштабным мероприятиям. Заглянем в будущее. На ближайшем пленарном заседании городского собрания будет утвержден уже восьмой созыв молодежной палаты. Это ли не показатель востребованности организации у самой молодежи? Конкурс? Сейчас формируем восьмой созыв. И главный показатель для меня – то, что на 20 мест мы получили более 35 анкет. То есть ребята слышат о палате, ребята стараются попасть. И для меня это как показатель работы. Да. Некорректно было бы говорить, что все достижения молодежной палаты – это достижения молодежной палаты. Десятки организаций и людей, сотрудничающих с молодежью, кураторство городского собрания. С такими помощниками и восьмой из следующей созывы просто обречены на успех. Не знаю, как вам, уважаемые зрители, а у меня любимым уроком в школе была физкультура. Знаете почему? Там не просто разрешалось бегать и прыгать. Там это предписывалось. В каком месте в Магнитогорске можно одновременно встретить политика и бизнес-тренера, чиновника и журналиста, ветерана спорта и домохозяйку? Нет, ни в телевизоре, ни в супермаркете, хотя и это тоже. Вот уже несколько лет в нашем городе существует инициированный в свое время председателем городского собрания Александром Морозовым милый и добрый проект. Он называется «Бегайте с нами, бегайте сами». По воскресеньям группа людей, которые хотят нормально провести выходные, собираются за парковкой у торгового центра «Континент» и бегут. Прямо как в фильме «Форест Гамп». Мы не могли не присоединиться к группе очень хороших. Внимание! Выдох! Раз! Два! Три! По воскресеньям на парковке за «Континентом» собираются очень богатые люди. Но дело не в толщине кошелька, занимаемой должности или марке авто. Общение – вот величайшая ценность, учил нас классик. На воскресных пробежках всего лишь получаешь подтверждение этой истины. Здесь нет оглядки на «золото погон» или «начинулничий статус». Все в спортивных костюмах, все на коротке, перед дистанцией все равны. Человеку, который в этот раз проводит разминку, внимание, 75 лет. Сыркачи у нас и латиноамериканцы, и французы, и киприоты, кого только не было. Сегодня у нас Валерий Федорович Неретин – профессиональный тренер, кандидат педагогических наук, основоположник в городе Магнитогорске, продолжатель всероссийского движения по дыхательной гимнастике. Специалист в этой конкретной области. Дыхательная гимнастика, она, наверное, актуальна в наше время, нет? Дыхательную гимнастику, говорит Валерий Федорович, нельзя вырывать из контекста лечебной физкультуры. Кстати, изобретение советской медицины. Мы не могли не попросить показать нам пару упражнений. Что привлекательно, можно делать дома, на кухне, лежа, больной, сидя, стоя, в ходе, в ходьбе. Это элементарно. И она дает эффект и дыхательный, и общеукрепляющий, и оздоровительный, и даже обезболивающий. И, кстати, можно во время бега дышать по Стрельниковой. Раз, два, три, четыре, пять. Вот что демократичный дресс-код даже с опытными репортерами делает. Вы тоже не распознаете в «Человеке в желтой ветровке» мировое светило бизнес-тренинга, практиковавшее в США. Иван приехал поработать на ММК с курсом лекций по промышленной безопасности. Но это другая тема. Сегодня Иван нам интересен как апологет бега. Любого. Сам марафонец, он несказанно удивлен обилию бегающих в российской глубинке. Когда я от гостиницы «Лагуна» утром иду в Дворец культуры ММК, мне навстречу попадаются бабушки с палками. Я всегда им говорю, молодцы, давайте. Но я иду на работу. А сегодня воскресенье, работы нет. И я прибежал сюда оттуда, сейчас здесь побегаю, а потом побегу дальше. Ну, мне нужно километров, наверное, 15-17 сегодня сделать. У Александра Леднева, главы правобережного района, тоже выпадают хлопотные деньки, когда не до пробежек. Любитель разного рода физических активностей, он и остальных призывает. Долой праздность. По большому счету нужно просто встать и одеться, и приехать сюда. Какая бы погода ни была, я уверен, что вот эта обстановка, которая здесь происходит, она просто даст сил, заряды энергии на следующую рабочую неделю без проблем. Стартовали кучно, финишировать будут согласно своим силам. Еще одно правило пробежек. Никто не гонится за результатом и первым местом. Как раз тот случай, когда бег, хоть и не на месте, но тоже общепримиряющий. Что нужно сделать, чтобы присоединиться к группе этих замечательных товарищей? Ровным счетом ничего, кроме наступить на горло собственной лени. Внимание, она будет прикрываться здравым смыслом и целесообразностью. Когда лень побеждена, то нужно просто в 9.30 в воскресенье прийти на парковку за торговым центром «Континент». Вас обязательно возьмут в команду вне зависимости от социального статуса, вероисповедания и звезд на погонах. Все на пробежку. Редактор субтитров А.Семкин